Мур, привет друг, это Зверько. Я заметил, что в комментариях часто возникает вопрос, как играть против Эсмеральды, как контрить Эсмеральду и прочее. И решил записать видео с пояснениями. Учти, здесь я покажу варианты противодействия, а выбирать эти варианты ты должен сам, ведь многое зависит и от союзников и от фарма. В видео расскажу о том, что делает Эсмеральду сложным противником и как с ней воевать. В демонстрации мне помогает Никита Умка, который неукоснительно следовал указаниям на протяжении часов съемок. Итак, чем так всех достает Эсмеральда и для кого она опасна? Конечно, крайне опасна для тех, кто ориентируется на свой дополнительный щит. Например, Харид, Джонсон, Дигги. А все потому, что удары Эсмеральды идут за щит, притом она сама поглощает вражеский щит и исцеляет себя. Второй вид героев, для которых Эсмеральда опасна, это герои, подвязанные на вампиризме от урона. Дело в том, что внешний щит считается как хп башни, то есть он не живой и исцеление с него не получают. Как и других бонусов от урона по хп. Ведь хп щита не считается за хп героя. Таким образом, во время лобовой схватки, например, Алукарда и Эсмеральды, если Алукард недостаточно расфармлен, у него мало шансов выиграть. Конечно, конечно в комментариях найдутся гении, которые напишут, что я, дескать, выигрывал и без проблем, но я говорю о случаях, когда оба игрока достаточно сильные, то есть равных по скиллу противниках. Может, кто не знает, есть простой прием разгона щита Эсмеральды. Он достигается путем постоянного прожатия кругового удара и щита. Таким образом, Эсмеральда разгоняет щит до размеров больше собственного хп. А все потому, что круговой удар уменьшает перезарядку первого навыка. И этот навык добавляет и обновляет щит. А значит, нам надо прерывать этот процесс, либо сделать его недостижимым. Самое популярное и простое – это оглушение. Достаточно долгое, чтобы либо убить Эсмеральду, либо не дать прожать навык щита. Например, такие герои, как Москов и Дора Сайбер, и Бутин Неладин Франко. Задача в этой контре – мгновенно среагировать на оглушение Эсмеральды и прикончить ее. Следующий вариант – не давать Эсмеральде ударить себя, чтобы повесить щит и исцеляться от него. Для этого нужны подвижные герои, которые могут атаковать на бегу. И лучше всего подходят стрелки – Кэрри, Кимми, Грейнджер, Клауд. Они способны наносить урон, когда Эсмеральда не может достать до них. Но тут возникает проблема бессилковых союзников, которые в своем желании помочь подбегают к Эсмеральде. По урону сами не вывозят и лишь дают дополнительный отхил ей самой. Самое жесткое, что я видел, когда с Эсмеральдой завязал бой Эстес, пытаясь подхилить союзников. С него самого хилилась Эсмеральда и сделал себе трипл килл. Среди этих стрелков я бы выделил Кэрри, поскольку у Кимми в атаке сокращается расстояние выстрела, Грейнджер в поздней игре проигрывает в огневой силе, а Клауд генерирует ультой на себя щит, которым может подпитываться Эсмеральда. Ну а Кэрри своей пассивкой снимает пласты урона, чем заметно опережает остальных. Дальше. Хорошей Хайбуса может выступить контр Эсмеральде, поскольку способен снимать хп быстро перемещаясь по теням и закидывать ее сюрикенами, а в конце добить ультой. Соответственно, пока он в ульте, Эсмеральда не может от него отхиливаться. Все как всегда, но тут еще сильная зависимость от рук и от перефарма Хайбусы, поскольку он ограничен во времени и Эсмеральда может его заколотить отростками, если он не успел сделать все правильно. У перечисленных способов важное условие. Эсмеральда не должна успевать перезарядить щит с помощью сторонних объектов. Крипов, например, мобов или того же Эстеса с Франка. Дальше. Для многих неожиданный контрпик это Вексана. Да-да. Она отвечает всем требованиям. У нее есть контроль, бурст урон и урон, который наносится с дикого расстояния ульта. Крайне важно прикрывать Вексану, ведь именно ее долгие анимации про каста сделали меня седым. Итак, Векса накидывает ульту, и если Эсмеральде не обкав зарядить щит, хп начинают утекать веселым ручейком. Но это еще не все. В ульту можно добавить антихил, о нем расскажу чуть позднее. А после того, как завершится ульта, а Векса где-то неподалеку, на Эсмеральду нападает ее двойник, который тоже пробивает под щиты своей автоатакой. Все потому, что двойники сохраняют свойства пассивок автоатак основы. Да вдобавок, он немного поджаривает Эсмеральду своей аурой. Если тебе контрпик недоступен, то не расстраивайся. Есть два способа навредить Эсмеральде. Первый. Это антихил. Он уменьшает входящее исцеление от щита, делает танцовщицу более уязвимой. И тадам! Дополнительный навык казнь. Знаешь почему? Потому что казнь наносит урон прямо по хп героя. Помнишь случай, когда у Эсмеральды оставалось мало жизней, но она была обвешана щитом? Казнью можно было решить эту проблему на раз. Надеюсь, это видео поможет тебе в игре против Эсмеральды. Напиши в комментариях, кто вызывает сложности. И возможно я продолжу эту рубрику. Потому что первый блин был комом. Это я про видео, когда только выходил Аргус. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, делись видео с друзьями и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг!